Добрый день! Городские новости в эфире и с вами с места событий Владимир Горжонко. Вчера закончилась многодневная забастовка медсестер, которая нарушила уход за пациентами в двух крупнейших больницах Нью-Йорка. Официальные представители больниц заявили, что с профсоюзом медсестер были достигнуты предварительные соглашения. Около 7100 медсестер в больнице Маунт-Синай в Манхэттене и в медицинском центре Монтефеори в Бронксе объявили забастовку в понедельник после провала переговоров между руководством больницы и их профсоюзом. В то время как переговоры между профсоюзом и больницами продолжались в течение всей недели, забастовка длилась три дня, прежде чем договоренности были достигнуты вчера рано утром. Компания Маунт-Синай Хеллс Систем не сообщила подробностей своего соглашения, но заявила, что оно аналогично соглашениям, заключенным в восьми других городских больницах. Губернатор Кэти Хокл посетила больницу Маунт-Синай в четверг утром, чтобы поблагодарить больницы и профсоюз за то, что они пришли к решению, отметив, что ее команда все время тесно сотрудничала с обеими сторонами конфликта. Хокл также воспользовалась моментом, чтобы поблагодарить департамент здравоохранения, работники которого находились в больницах во время забастовки, следя за тем, чтобы не было упущений в уходе за пациентами. Истинные масштабы проблемы фатальных передозировок наркотиками в Нью-Йорке за последние два года остаются неизвестными, потому что, по утверждению активистов, городские власти затянули с публикации этих данных. Город должен опубликовать данные о смертельных случаях передозировки за три месяца 2021 года, и весь 2022 потребовали на этой неделе активисты организации ВОКЛ-НВАЙ. В последний раз городские власти публиковали предварительные данные о передозировках в июне 2022 года. В резком заявлении ВОКЛ-НВАЙ утверждает, что официальные лица не желают публиковать обновленные данные с тем, чтобы обеспечить политическое прикрытие мэра Эрика Адамса и губернатора Кетти Хокл, которые не смогли предоставить скоординированный ответ на возможные сотни смертей от передозировок. Запрос ВОКЛ-НВАЙ на обновленные данные пришелся на непростое время для двух городских центров профилактики передозировок, также известных как места безопасных инъекций. По сообщению Wall Street Journal, в феврале двум знаковым объектам в Гарлеме и Вашингтон-Хайтс может просто не хватить финансирования. Сторонники ВОКЛ-НВАЙ надеялись, что Хокл возьмет на себя обязательство финансировать центры профилактики передозировок, но сама Хокл таких обещаний не давала. Вместо этого губернатор сосредоточилась на ужесточении наказаний за правонарушения, связанные с употреблением фентанила и смертей, связанных с наркотиками. Потребительские цены в прошлом месяце выросли по сравнению с прошлым годом на 6,5%, продлив месячное замедление роста цен и укрепив надежды на то, что США смогут предотвратить рецессию. Инфляция в годовом исчислении снижается уже 6 месяцев подряд, с тех пор, как в июне она достигла пика в 9,1%. Несмотря на замедление цен, инфляция, тем не менее, продолжает колебаться в районе 40-летнего максимума. В прошлом году Федеральная резервная система ввела ряд агрессивных повышений ставок, направленных на замедление роста цен за счет охлаждения экономики и подавления спроса. Однако такой подход может привести к рецессии и лишить работы миллионы людей. В начале февраля резервная система решит, повышать ли процентные ставки снова и, если да, то насколько. На заседании в прошлом месяце Центральный банк повысил базовую ставку на полпроцента, смягчив свой подход после серии масштабных повышений. Пока что рынок труда оказался достаточно устойчивым, поддерживая надежды политиков, стремящихся снизить цены, не вызывая значительных потерь рабочих мест. Рынок труда достиг баланса между наймом, который поддерживает занятость американцев, и умеренным ростом заработной платы, предотвращающей инфляцию. По утверждению прокуратуры, банда из четырех человек в Бруклине обвиняется в сговоре по незаконному обороту огнестрельного оружия в схеме, которая включала распространение более 50 единиц оружия, в том числе трудноотслеживаемого оружия призрака. Комиссар полиции Нью-Йорка Китчен Сьюэлл похвалила членов бруклинского сообщества, заявив, что именно они сыграли решающую роль в этом расследовании. «У нас есть анонимные горячие линии, у нас есть офицеры, которые работают с сообществом, чтобы побуждать людей занять активную позицию, и данный случай является демонстрацией этого. Полиция работает в сотрудничестве с сообществом, чтобы сделать его, это сообщество, более безопасным», заявила комиссар. В то время как в декабре в городе также наблюдалось снижение количества убийств и инцидентов со стрельбой по сравнению с прошлым годом, согласно данным полиции Нью-Йорка, количество преступлений, связанных с угонами автомобилей, наоборот, выросло. По утверждению Сьюэлл, власти стремятся повысить осведомленность общественности с помощью рекламы и социальных сетей. В течение своего первого года на посту мэра Эрик Адамс был сосредоточен на обеспечении того, чтобы городская администрация обслуживала жителей Нью-Йорка из рабочего класса, того самого, который помог ему избраться. Но теперь мэра критикуют за то, что он урезал финансирование библиотек, важнейшего спасательного круга для людей, у которых дома нет доступа к интернету или которым необходимы внеклассные занятия и обучение английскому языку. Предполагаемые сокращения на 13 миллионов долларов в этом финансовом году и более 20 миллионов долларов в следующем году вызвали беспокойство у людей, выборных должностных лиц и руководителей библиотек. Увы, библиотеки могут отреагировать на урезанный бюджет, сокращением часов работы, количество работников или программ. Система публичных библиотек с более чем двумя стами отделениями по всему городу является популярным учреждением, где дети учатся любить книги, а недавно прибывшие эмигранты привыкают к своему новому дому. До пандемии городские библиотеки обычно посещало около 35 миллионов посетителей в год и сейчас многие жители Нью-Йорка начали возвращаться в свои библиотеки. Руководители библиотек подняли тревогу по поводу сокращения бюджета на недавних слушаниях в городском совете. Лидеры городского совета готовятся к битве с Адамсом по поводу его сокращения бюджета, библиотек и других программ, таких как бесплатное дошкольное образование для трехлетних детей и финансирования городского университета Нью-Йорка. Группа из 13 левых членов совета назвала недавние корректировки бюджета мэра жестокими и опасными и заявила, что они сделают город менее стабильным. В четверг компания Las Vegas Sands объявила о планах продолжить разработку многомиллиардного проекта и в том числе постройку казино на Лонг-Айленде. Компания согласилась приобрести в долгосрочную аренду мемориальный колизей ветеранов в Нассау. Это позволит компании контролировать около 80 акров земли в этом округе. Развитие казино будет включать в себя отели, рестораны, концертный и конференц-зал. А это также помогло бы обеспечить тысячи рабочих мест как в строительстве, так и при эксплуатации проекта. Но сделка должна еще получить одобрение штата. На этом пока все. Я с вами прощаюсь. С вами с места событий специально для Артен был Владимир Грюжонко.